Как, когда и чем опрыскать яблони весной от вредителей и болезней? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы Актуальные зимой Популярные статьи Поиск по сайту Найти Цели Весенней обработки яблонь Весенний уход за яблонями подразумевает комплекс различных мер, куда входят обрезка, подкормка, побелка, защита деревьев. Основная цель обработки – защитить растения от грибковых заболеваний и вредителей. Многие насекомые зимуют на ветках яблонь в стадии яиц, поэтому обрабатывать деревья начинают ранней весной. Благодаря правильной и своевременной весенней обработке летом работы будет меньше. Какие вредители угрожают яблоням? Насекомые приносят культуре массу вреда. Они съедают листья либо высасывают их сок, портят кору и корни дерева, губят почки, завязи и бутоны. В зависимости от характера повреждений насекомых делят на грызущих и сосущих. Основные вредители яблонь – яблонная плодожорка. Один из самых опасных вредителей яблонь. Это ночная серовато-коричневая бабочка, достигающая в размахе крыльев 20 мм. Днем она прячется в кронах деревьев. Через неделю после начала цветения яблонь насекомые откладывают яйца на верхнюю сторону листа дерева. Гусеницы-плодожорки светло-розовые с серыми бородавками на теле, длиной до 18 мм. Они прокладывают червоточины через все яблоко, и уже через 25-30 дней после цветения появляется подалица. Яблонная запятовидная щитовка. Щитки по цвету сливаются с корой деревьев, а по форме напоминают запятые. Размер щитков 2-4 мм. Под щитками находятся плоские насекомые желтоватого цвета. Также под щитками сохраняются яйца насекомых на зиму. Питается щитовка соком молодых ветвей и коры. Тля. Насекомые размером до 2 мм имеют бурый или зеленый цвет. Яйца откладывают на зиму около почек на молодые ветки. Тля повреждает верхушки молодых побегов яблони и их листья. После поражения тлей листья скручиваются и засыхают, а ветки перестают развиваться. Листовертка. Гусеницы зеленого цвета, длиной до 2 см грызут кожицу яблок, свертывают и обгрызают листья. Яблонный цветаед – долгоносик. Жуки длиной до 7 мм имеют длинный хоботок. Долгоносик выедает пистики и тычинки бутонов и склеивает лепестки. Яблонная моль. Бабочка развивается из гусениц желтоватого цвета длиной до 2 см. Насекомые селятся на деревьях колониями. Гусеницы поедают молодые листья и обволакивают яблоню паутиной, образовывая паутинные гнезда. Красный яблонный клещ. Имеет длину до 0,4 мм и ярко-красный цвет. Из-за маленького размера его трудно заметить на яблони. Клещ живет на нижней стороне листьев и образует там тонкую паутинку. По ней членистоногу и перемещается. Клещ поражает листья, которые сначала темнеют, а потом засыхают. Такие болезни урожаю яблок вредят не только насекомые. Культура подвержена различным заболеваниям и грибковым инфекциям. Их легко распознать по внешнему виду деревьев и плодов. Распространенные болезни яблонь – черный рак. Одно из самых опасных заболеваний, которые вызывают грибковые инфекции. Образует на коре и ветках деревьев сначала бурые пятна, потом темнеющие и вдавленные. Постепенно пятна увеличиваются в размерах и чернеют. Кора начинает отмирать и трескаться. Болезнь вызывает гибель ствола и веток и поражает больше старые яблони. Пораженные ветки обычно удаляют. Парша. Опасное заболевание, поражающие листья и плоды. Вызывает ее грибок рода Венчирия и Найквалис. Он становится активным при повышенной влажности воздуха и поражает сначала молодые побеги, а затем переходит на остальные части дерева. Проявляется темными пятнами на листьях в конце цветения, которые увеличиваются в размерах и далее сливаются. После этого листья опадают. На молодых плодах также выступают пятна, покрытые зеленым бархатистым налетом. Ткань плода в местах поражения трескается и затвердевает. Плесень. Также вызывается грибковыми инфекциями, которые попадают в раны на коре дерева. Плесень проявляется серо-зеленоватыми пятнами на коре. Грибки размножаются очень быстро и поражают значительную часть покровов. Манилиоз. Плодовая гниль. Это грибковое заболевание вызывают насекомые вредители. Плоды сначала становятся мягкими, потом начинают гнить. Гниль также поражает молодые побеги. Сроки проведения обработки. Весеннюю обработку яблонь проводят в несколько этапов. Первую обработку можно проводить только тогда, когда снег уже растаял. При этом температура воздуха не должна опускаться ниже плюс 5 градусов. Также проводить первую обработку необходимо до набухания почек. Второй раз культуру обрабатывают при температуре от плюс 10 до плюс 15 градусов. В это время набухают почки и начинают пробуждаться насекомые вредители. Третью обработку проводят, когда бутон яблони уже есть, но еще не раскрылся. Это время пробуждения плодожорки. Обработка не дает плодожорке откладывать яйца. Последнюю, четвертую, обработку проводят после цветения. Это время образования завязей. Опасны в это время также плодожорка и манилиоз. Подготовительные мероприятия. Прежде чем обработать яблони от вредителей, их нужно подготовить. После зимы на деревьях могут появиться повреждения и местами отслоиться кора. Дерево осматривают, очищают старую кору. Мелкие повреждения обрабатывают садовым варом. Следы обморожения срезают до живой ткани и обрабатывают антисептиком. Кора молодых деревьев может получать солнечные ожоги, поэтому яблони моложе 10 лет белят известью или садовой акриловой краской. Важный этап – весенняя обрезка. Она омолаживает старые деревья, формирует крону, регулирует функцию плодоношения. Удаляют сухие и поврежденные ветки до живого места и замазывают садовым варом. У молодых саженцев оставляют самые мощные скелетные ветки. Чем обрабатывать, чтобы обезопасить яблони и получить обильный урожай, необходимо знать, чем опрыскать яблони весной от вредителей и болезней. Дефицита в средствах сейчас нет. Главное – правильно их выбрать и соблюдать инструкцию. Садоводы используют биологические и химические средства, а также народные способы. Покупные химические средства – химические препараты действуют быстрее, чем другие, но требуют соблюдения точной дозировки. Ее превышение наносит растениям вред. Опрыскивать яблони химическими средствами нужно до начала сокодвижения. Эффективные химические препараты – карбамид, мочевина. Уничтожает листовертку, тлю, грибковые заболевания. Наполняет почву азотом. К моменту движения соков продукты обработки мочевиной должны выветриться. На 10 литров воды требуется 20-30 грамм карбамида. Медный купорос. Средствами с содержанием меди яблони обрабатывают один раз в год. Разводят в 10 литров воды 100 грамм кристаллов купороса. Вардосская жидкость. Уничтожает личинки большинства вредителей. В составе средства содержится медь. Вардосская жидкость – одно из лучших профилактических средств от болезни яблонь. Для приготовления используют 300 грамм медного купороса и 400 грамм негашаной извести на 10 литров воды. Коллоидная сера. Отличное средство для защиты от клещей. 80 грамм серы размешивают в 10 литров воды до состояния суспензии. Железный купорос. Универсальное средство, которое уничтожает насекомых и защищает от грибковых заболеваний. Приготовление – 500 грамм купороса на 10 литров воды. Биологические средства биопрепараты создают на основе вирусов и бактерий, уничтожающих насекомых и грибковые заболевания. Основные биопрепараты – аграфит, уничтожает моль, плодожорку и тлю, планрис – одно из самых универсальных средств, которое воздействует и на болезни, и на насекомых. Гаупсид эффективно воздействует на грибковые заболевания – пентафок. Сприменяется для профилактики и лечения яблони от черного рака. Биктофсибациллин препарат эффективен за счет воздействия на пищеварительную систему насекомых-вредителей. Они гибнут очень быстро. Опытные садоводы рекомендуют использовать для опрыскивания смесь биопрепаратов. Опрыскивают таким раствором при температуре воздуха не ниже плюс 10 градусов. Более низкие температуры снижают эффективность раствора. Народные методы народные средства применяют в основном для борьбы с вредителями, уничтожающими листву, и для борьбы с болезнями. Распространенные народные методы – чеснок. Готовят настой в следующих пропорциях – 1 кг чеснока, заливают 10 л воды и настаивают 2 часа. Перцовый отвар. 100 г острого перца заливают 1 л воды и варят в течение 2 часов. Далее процеживают и добавляют воды до 10 л. Настой ромашки. 700 г сушаной ромашки заливают 5 л кипятка и настаивают 10 часов. Добавляют воды до 10 л и растворяют 50 г хозяйственного мыла. Сода. На 10 л воды берут 70 г соды и 20 г жидкого мыла. Как правильно проводить весеннюю обработку яблонь? Многие недооценивают опасность химикатов, которые применяют для опрыскивания яблонь, используют малоэффективные средства защиты или вообще обходятся без них. Такая беспечность может нанести существенный вред здоровью, поэтому при обработке деревьев необходимо соблюдать меры предосторожности. Меры предосторожности. Существует ряд необходимых мер, которые каждый должен соблюдать во время опрыскивания деревьев. Препараты для обработки готовят строго по инструкции, опрыскивают яблони только в безветренную погоду, применяют индивидуальные средства защиты, специальную одежду, респиратор, защитные очки, перчатки. Дальнейший уход после опрыскивания под яблонями перекапывают землю по приствольному кругу. Это диаметр самой широкой части кроны. Перекапывают на глубину штыря лопаты, удаляя корни сорных трав. Во многих регионах бывают поздние весенние заморозки. При этом у яблонь больше всего страдают завязи и цветы. Защищают яблони от заморозков преимущественно двумя способами – дымление. С подветренной стороны участка разводят костры. Материал в костре должен только тлеть, чтобы давать дым. Для этих целей используют опилки, прошлогоднюю листву, стружку, вода. Под каждое взрослое дерево выливают до 60 литров воды. Заключение. Чтобы вырастить обильный урожай яблок, придется хорошо поработать в весенний период. Какими бы выносливыми ни были яблони, весной их нужно подготовить к будущему плодоношению, очистить от старых веток и коры, обрезать лишние ветви, тщательно обработать от возможных заболеваний и вредных насекомых, подкармливать и поливать. При правильном уходе яблони порадуют богатым урожаем, а зимой на столе всегда будет вкусное варенье, сок и пирожки. Яблони и груши. Обработка весной от болезней и вредителей. Watch this video on YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok